Автобусная эпопея продолжается. Администрация города Владимира объявила новые торги на поставку автобусов. Закупить машины планируется на средства инфраструктурного кредита. Сумма почти 253 миллиона рублей. Оценив ситуацию на рынке, как обещали городские чиновники, изменили конкурсную документацию. Теперь вместо заявленных ранее 17 автобусов среднего и большого класса, заявлено 14 машин. 12 больших до 35 посадочных мест и 2 средних до 25 посадочных мест. Свои корректировки в планы мэрии внес рост цен. Ситуация на рынке за последнее время изменилась. Бюджетных средств на покупку 17 автобусов не хватает. Интересно, что как следует из документации, победитель аукциона должен поставить 14 автобусов, которые выпущены не ранее 2022 года. Всего за две недели с момента заключения контракта. На территории города Владимира должен быть авторизованный сервисный центр для обслуживания автобусов. Исходя из условий контракта на торги, с большой вероятностью может заявиться местное предприятие Волгобас. Совсем скоро это станет известно. Подача заявок завершится через неделю, 18 апреля. Напомним, это уже не первая попытка администрации города Владимира закупить для муниципального предприятия Владимир Пассажир Транс новые автобусы. Две предыдущие завершились неудачей. В начале года мэрия заявила, что купит всего 14 машин, потом передумала. Конкурс объявили снова, но теперь уже на закупку 10 больших и 7 средних по размеру автобусов. Но акцион провалился. Сразу две компании пожаловались на условия, которые показались им несправедливыми. С доводами частично согласились в Уфас. В итоге торги не состоялись, их перенесли. На новые никто не заявился. Вероятно, из-за ситуации на рынке. В ответ на наш запрос 7 апреля городская администрация ответила, что изучает актуальные ценовые предложения. На следующий день, 8 апреля, объявили новые торги. Получается, власти города ценовые предложения изучили довольно оперативно. Хочется верить, что тщательно. В противном случае торги снова рискуют не завершиться долгожданным обновлением Владимирского общественного транспорта.